11.07. В Кирове заговорили наши уже спикеры, но мы все-таки прежде всего скажем, что это программа «Разворот на бизнес». В студии Олег Прохоренко и Светлана Занько. Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Туризм, концерты, спорт, кто следующий, какие меры поддержки ждет от государства Кировский бизнес? Говорим мы сегодня на тему, естественно, экономики, естественно, связанной с текущей повесткой, с тем, что происходит в мире. Света сейчас как раз озвучила о том, что нынешний кризис может быть сравним только по степени влияния на экономику с Великой депрессией в США. Одно из мнений я озвучила, да, которое сейчас активно... Ну, чтобы не нагнетать краски, поговорить именно конструктивно о том, что происходит в Кирове во второй половине дня, мы будем подключать экспертов и какие меры возможны для того, чтобы помочь бизнесу в это трудное время. Мы пригласили гостей. Это Вячеслав Попов, уполномоченный по защите прав предпринимателей Кировской области. Добрый день. Андрей Юсенко, вице-президент или уже президент. Голосование идет. В процессе. В процессе. В процессе. Так, и Лев Шварцблат, директор института бизнеса. Добрый день. Ну, и я предлагаю, наверное, начать с ощущений. С ощущений, что происходит, на ваш взгляд, на сегодняшний день, серьезно, то, что происходит в экономике, или пока мы видим только цветочки, ягодки нас ждут впереди. Предлагаю начать с вице-президента, который почти уже президентом может быть, президента Андрея Леонидовича Усенко. Андрей, какова ситуация? Торгово-промышленная палата нам добавить. Что слышно, потому что у вас наверняка еще есть вертикально интегрированная информационная связь с Москвой, с Торгово-промышленной палатой России. Да, ну, вы совершенно, на мой взгляд, правильно, Олег, сказали относительно ягод и цветочков, цветочков и ягод, да, потому что мы по ощущениям понимаем, что пока мы имеем дело с явлениями, последствия которых будут сказываться на протяжении определенного, не могу сказать, насколько долгого времени, но будут сказываться накопленным итогом, что называется. Потому что сейчас мы имеем дело с некой такой актуальной историей, актуальной ситуацией. В дальнейшем она будет складываться и накладываться друг на друга, потому что сложности, если мы говорим про экономику, то сложности, связанные с падением спроса, ограничением массовых мероприятий, снижением покупательской способности, сейчас в моменте, они не столь негативны, на мой взгляд, в моменте, чем по сравнению с тем, что мы будем иметь через некоторое время, когда мы будем уже пожинать их последствия. Что касается вертикальной истории, ну вот достаточно массово в средствах массовой информации прошла новелла о том, что торгово-промышленная палата России оценивает потенциальную угрозу от нынешнего кризиса в отношении порядка трех миллионов предпринимателей и юридических лиц. Понятно, что это достаточно такая очень приближенная оценка, исходящая из, на мой взгляд, прогнозов близких к апокалиптическим. То есть, если мы попадем в эту ситуацию на полгода и больше, если не будет предпринято никаких мер, и торгово-промышленная палата России в первую очередь, так скажем, использовала эту цифру для того, чтобы в большей степени привлечь внимание правительства и органов власти к тому, что необходимо предпринимать экстренные оперативные действия. Были направлены предложения в правительство Российской Федерации, которые в значительной степени нашли отражение в тех документах, которые мы сейчас видим на выходе, тех заявлениях, которые сделаны. Но сейчас мы уже говорим о том, что кроме заявлений, кроме планов, которые продекларированы, требуются прямо оперативные меры, которые надо принимать. Потому что отсрочка платежей по аренде за муниципальную и государственную собственность, отсрочка страховых взносов для малого и среднего предпринимательства, все остальные меры, то есть приостановка штрафных санкций, банкротств, приостановка штрафных санкций по госконтрактам, это все надо принимать именно сейчас. Те документы, которые я видел, нас с точки зрения бизнеса не устраивают, потому что, например, нормативная база по отсрочке, вернее, прекращению банкротств, мораторию, она должна быть разработана к 15 июня. Что будет 15 июня, мы сейчас даже предположить не можем. Не, ну я так предполагаю, что дела о банкротствах пока и не рассматриваются судами, как не самые неотложные. Пока не рассматриваются, но пока нормативной базы, связанной с этим, мы не имеем. То же самое, вот здесь я бы очень хотел обратить внимание и коллег, и слушателей в первую очередь. Вот это громкое заявление об отсрочке уплаты на три месяца страховых взносов для малого и среднего предпринимательства. Все достаточно позитивно восприняли это, хотя у всех есть два вопроса. Первый, а что потом, то есть три месяца пройдет и надо будет все заплатить, да, и мы опять же нормативки не имеем. И второй вопрос, который уже у нас возникает, у тех, кто познакомился с документами, это ведь в плане мероприятий правительства речь идет о микропредприятиях. Там указаны микропредприятия, то есть компаний до 15 человек. По всем остальным пока никаких нормативных документов об отсрочке страховых взносов нет. А это одна из основных мер, о которой говорит бизнес с точки зрения поддержки в нынешней ситуации. Если мы будем там в последствии говорить уже о мерах поддержки, да, то бизнес прямой говорит. Если у меня ограничена деятельность из-за решений правительства, и правительство при этом мне говорит, платите зарплату людям, вы не имеете права ее ни снизить, ни там уволить, ничего, сохраняйте заработную плату, то бизнес говорит, давайте будем действовать солидарно. Я буду платить зарплату, но вы тогда освободите меня от страховых взносов на этот период, освободите, а не отсрочку дайте. Я несу расходы без денежного потока входящего. И этого пока не продекларировано. Никто не понимает, что будет с вот этой отсрочкой. И непонятно пока сколько продлится текущая ситуация, наверняка она будет иметь последствия, даже если сегодня. Абсолютно. Предположим, откроются границы и снимется карантин полностью, да, все равно это уже есть. Отложенные последствия все равно будут иметь место быть. Мы понимаем, что сейчас в значительной степени, например, на массовых мероприятиях сказываются уже не только ограничения, но и самоограничения. У нас там не закрыты, например, кафе, не ограничена их деятельность, но при этом люди меньше стали ходить в общепит, просто придерживаясь правил личной безопасности, личной гигиены и всего остального. И это в любом случае сказывается, и здесь нужны действительно оперативные и понятные меры. Пока я предлагаю о мерах чуть позже, тоже об ощущениях. Я бы еще добавил, Олег, вот здесь важный момент. Мы действительно, у нас в данный момент происходит голосование, происходит съезд торгово-промышленной палаты, выбор руководящих органов. Но кроме этого мы воспользовались этой возможностью и в рамках съезда проводим анкетирование предприятий, руководителей предприятий, которые к нам пришли, на предмет того, какие меры они уже предприняли, как на них сказался бизнес, кризис, и какие меры они планируют предпринимать. Плюс вопрос о том, какие меры поддержки они хотели бы получить со стороны органов власти. Я правильно понимаю, что это по предприятиям Кировской области? Это предприятия, члены торгово-промышленной палаты. Мы сейчас, вот сегодня, к концу дня, получим порядка, надеемся, 300 анкет. Это будет очень репрезентативный срез различных уровней, масштабов, отраслей бизнеса, которые мы обработаем оперативно, я думаю, что в течение завтра, и получим картину. То, что я мельком посмотрел, практически в 100% заполненных анкет, ответ на вопрос, сказался ли на вас кризис негативно, и в каких объемах, это положительный ответ, и цифры от 30% до 50%. Там текущее состояние замеряется, или есть в том числе прогноз, оценка рисков на ближайшую кризис? Мы в первую очередь сформулировали вопрос о том, что вы собираетесь делать. Выводить на удаленку персонал, сокращать, снижать объемы, искать другие рынки. То есть, вот это, что само предприятие собирается делать. И последний у нас вопрос там, это что вы ждете от органов власти. Спасибо. Мы к этому перейдем после короткого... Сначала все-таки по ощущениям, как Олег сказал, мы еще поговорим с Львом Шварцблатом и Владиславом Поповым. Сейчас короткий перерыв на 20 секунд, и я предоставлю слово Льву Давидовичу. Это «Разворот на бизнес». Мы в оперативном режиме сейчас обсуждаем обстановку, какая она в бизнес-среде нашего региона. Вот только что Андрей Усенко сказал, что собирают сведения с представителей бизнеса по региону, и 50% практически, да, 30 до 50% бизнесменов говорят, что уже сейчас чувствуют влияние кризиса на себя, что будет дальше уже даже сложно прогнозировать. Мы чуть позже поговорим о том, что заявили бизнесмены в качестве списка мер, которые они собираются сами предпринять, и что они ожидают от правительства. А пока мы пытаемся прощупать ситуацию с точки зрения представителей общественных организаций, которые объединяют бизнесменов. Я передаю слово Льву Давидовичу Шварцблату, директору Института бизнеса. Льву Давидовичу, какой вы видите ситуацию, конечно, с привязкой к региону, несмотря на то, что это, конечно, мировая проблема, мировой масштаб. Ну, вот, как мы сейчас договорились по ощущениям, то есть я бы разделил, вот есть, и просто сейчас ситуация так как бы удачно или, не знаю, неудачно сложилась, что мы сейчас занимаемся созданием туристско-рекреационного кластера, а это как раз туризм, гостиница, ну, тот как бы сегмент бизнеса, который в максимальной степени прямо сейчас ощутил, ну, буквально все последствия вот того, что происходит. Поэтому это ощущение можно разделить, это то, что происходит буквально прямо сейчас, и вот есть те сферы, да, там общепит, гостиницы, да, которые прямо сейчас, вот мы тоже собираем с них информацию, там падение до 90-95-100% от выручки, да, то есть буквально они просто остановились, и, ну, то есть меры надо принимать, ну, вот сегодня, это один, да, вот ощущение одно. Второе, это, значит, ну, вот для бизнеса самое страшное – это неопределенность, потому что в ситуации неопределенности ты не можешь выстроить никакие планы, потому что ты не понимаешь, на что можно ориентироваться. И сейчас весь бизнес оказался в ситуации полной неопределенности, причем непонятно на какой срок, на месяц, на три, на год, совершенно непонятно. Поэтому все планы, которые были у любых компаний, от самых маленьких до самых больших, они по большому счету зависли, все находятся в состоянии неопределенности, и самое-то, ну, как бы страшное, значит, это то, а какие будут последствия через месяц, через два или через три. Потому что сейчас, ну, вот если мы выйдем с вами на улицу, мы каких-то таких катастрофических изменений не заметили, да, люди ходят, машины ездят, ну, все вроде работает, да, а что будет через месяц, ну, как бы есть самые разные сценарии, и вот для бизнеса, вот с точки зрения таких, как бы, ощущений, это вот полная ситуация неопределенности. Я совершенно согласен, вот то, что говорил Андрей Леонидович, там, да, мы о мерах поддержки чуть позже поговорим, но вот смотрите, да, там выступает в Америке Трамп, триллион долларов, 500 миллиардов на это, 300 миллиардов на компании, 1450 долларов каждому работнику, понятно, а у нас, да, до сих пор, значит, там, отсрочим на три месяца, а через три месяца надо было заплатить текущие плюс те, что отсрочили, плюс аренду и все осталось, или их совсем уберут, да, то есть вот эта ситуация неопределенности, она может быть даже еще, как бы, страшнее для бизнеса, чем вот эти последствия, да, то есть, ну, мы там уже много кризисов пережили, научились как-то в них выживать, но когда ты не знаешь, что будет завтра, и что делать, и что планировать, брать кредит, не брать кредит, увольнять работника, не увольнять, там, новое производство развивать, не развивать, вот это, ну, очень может иметь губительные последствия. Опять-таки сработал черный лебедь, да, о которых, о которых становится... Я тут, Олег, знаете, уже, как бы, сформулировал сегодня с утра, это, знаете, после прошлого кризиса мы как раз там по концепции и теории черного лебедя получили, да, но я это называю, кто же знал, что они стаины, летят-то. Но на самом деле, когда мы с Константином Кропаневым две недели назад здесь общались в студии, он сказал, что рост с 2008 года был практически без каких-то серьезных потрясений, поэтому стоило ожидать. То есть с точки зрения экономически-финансовой стоило ожидать вот такой-то заподлянки. Ну, это-то такая неэкономическая заподлянка, да, она имеет, может, другой характер. Здесь, кстати, интересный момент, мы с Константином тоже там вчера, по-моему, общались. Вот на самом деле, мое мнение личное сугубо состоит в том, что, да, действительно, мировая экономика шла к кризису, и к кризису накопленному, потому что ее очень серьезно поддерживали, он должен был состояться раньше, и в этом смысле там коронавирус сыграл роль некого катализатора и, может быть, предотвратил гораздо больший кризис, чем тот, до которого мы в итоге бы дошли, поддерживая там Америку до выборов, мировую экономику там на нефтяных там ценах и по всем. То есть здесь, может быть, вот, мне кажется... Если она была заряжена, требовалось просто поджечь витиль, коронавирус поджегать витиль. Да, 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 но мы подожгли пушку, пока она не до конца была заряжена порохом, так скажем. То есть вот последствия, может быть, на мой взгляд, будут меньше, нежели чем мы просто в спокойном режиме до него бы дожили, что называется, сами. Передаем слово Владиславу Попову. Он нас сейчас Усенко успокаивает, что ли? Говорит, ребята, выдохните, могло бы быть хуже. Ну, я хотел бы начать словами всем известного Черномырдина. Одно из его высказываний, так называемых Черномырдинок, как вы помните, звучало так. Никогда такого не было, и вот опять. А почему вы это высказывание читаете по телефону? Уже, мне кажется, поразбуденучим. Это наш девичок, да, словно. Действительно, мы как-то, у нас, пока гром не глянет, мужик не перекрестится. Вот если бы все в мире действительно, как уже сказали предыдущие ораторы, мы сейчас пока говорим про общий фонд, пока не говорим про меры. А ведь действительно уже, как только вот гром глянул, все основные мировые, так скажем, серьезные экономики уже заявили о мерах поддержки в виде конкретных мер. И в основном это меры именно финансового характера. Это льготно, беспроцентно, даже, как говорят, где-то есть и отрицательные проценты на компенсацию тех потерь, которые сейчас есть. Но сейчас мы говорим про фонд. Тот фонд, который сейчас ощущают предприниматели, на мой взгляд, можно сгруппировать в три больших блока. Первый, самый серьезный, это потери рынков сбыта. В основном это касается сферы услуг, торговли, сферы обращения. Это то, что в первую очередь повлилось. Да, это еще и все. Это резко, это прямо катастрофически. Есть статистика, к сожалению, эту статистику сложно оценить, но вот вчера была опубликована статистика по Москве об уровнях потери московской экономики. К сожалению, там приводится колоссально много, миллиардная сумма, но мы не можем их понять в сравнении, то есть насколько это в пропорциях к общей экономике Москвы. Но цифры, если сравнивать с нашим областным бюджетом, они сопоставили где-то с нашими бюджетами. Если вот интересно, потом, если бы я эти цифры даже зачитаю. Второй блок очень серьезный, и об этом тоже. Вот у нас вчера прокатился блок, связанный с Платоном. Это тут как бы взаимосвязанные процессы. Это и проблема дефицита в основном китайских товаров, которые в одном моменте тоже прекратили производство, и что вызвало основку нашей производства. И эта проблема связана с курсовыми разницами, что возникли проблемы как с закупкой из курсовых разниц, так и вообще реально с тотальным дефицитом денежных средств из-за резкой стоимости тех товаров, которые у нас прямо или косвенно были привязаны к мировым валютам. И сейчас мы ищем это уже как… То есть первая волна – это малый бизнес в сфере торговли. Вторая волна – это потери на запасах, потери на курсовых разницах. И до сегодня мы докатились до третьей волны. Это проблема на рынке труда. И я думаю, что то, что касается первой волны, мы уже ощутили в полной мере. Вторая уже где-то даже как-то начинает, может быть, частично и восстанавливаться, потому что уже даже китайцы заявили о том, что они возобновляют поставки. Правда, пока мы еще не разобрались с Платоном, где там и как все-таки эти приборы гуляют, хотя они заявили о том, что приборы есть. А вот третью волну мы еще только-только сейчас начинаем ощущать. Это рынок труда. Уже появились первенцы, что кировская компания действительно людей пока не уволняет, потому что по трудовому занятию это запрещено, но людей уже отпускают в неоплачиваемый отпуск, отпуска без перспективы возвращения на рабочие места. То есть вот это вот производная от производной. Вот те три блока, которые я ощущаю, первое, как обуцмен, который получает непосредственное обращение, второе, как обуцмен, который работает с деловыми объединениями на понимание ситуации. Много ли уже обращений на сегодняшний день? Много ли занят? Обращения идут каждый день с утра до вечера. И в понедельник мы отправили официальные письма во все официальные деловые объединения от наших основных, крупных, начиная с другой промышленной планеты, заканчивая так называемыми карликовыми деловыми объединениями. Мы послали запросы в отраслевые объединения, в ассоциацию муниципальных образований. На сегодня я пытаюсь контактировать прямо вплоть до каждого руководителя районного комитета по поддержке предпринимательства, чтобы люди давали регулярно, как минимум еженедельно, обратную связь по тем предприятиям, по тем сферам бизнеса, которые они контролируют. То есть на сегодня самая главная наша задача – обеспечение актуальной, объективной обратной связи, что реально происходит с нашей экономикой. – Да, Андрей Леонидович, Вы говорили, что вот в анкетах, которые заполняют и присылают Вам предприниматели, Вы попросили, кроме того, что люди бы оценили свои потери, убытки, сокращение оборотов, все-таки что собираются делать, да попросили написать, что собираются делать в этой ситуации бизнесмены и чего ждут от властей. Вот это главные, конечно, два блока. Вот уже начал Влад говорить о том, что есть сведения о том, что людей отправляют в бессрочные отпуска без признаков, без гарантии выхода обратно на работу. Это оптимизация, сокращение персонала. Она и раньше проходила, но насколько это массово и масштабно, можно, наверное, только оценить, если люди писали напротив своих мер, что мы сокращаем коллектив, то в каком количестве вообще, кто остается, я и бухгалтер, или кто? Ну, что пишут? Ну, пока, по нашим оценкам, в Кирове это не носит массовый характер. Например, тот же самый шинный завод, когда мы к ним обратились, то есть закрытие, вернее, приостановка производства произошедшего, она связана не столько с коронавирусным фактором, сколько с перепроизводством продукции, просто и необходимостью оптимального реагирования на сложившиеся на рынке сбыта условия. Понятно, что опосредованно к этому тоже есть отношения. То есть в Кирове это пока точно носит исключительно точечный характер. И вот здесь возникает, опять же, очень важный вопрос. Большинство ответственных работодателей пытаются сейчас выяснить, а как поступить правильно. Как поступить правильно в случае, если у меня снижение оборота на 30-50%, я вынужден людей там отправить либо в отпуск частично оплачиваемые, либо вывезти на неполный рабочий день или что-то еще, как мне правильно это сделать? И вот здесь, к сожалению, мы не имеем пока четких, конкретных, понятных позиций от наших органов государственной власти, так или иначе регулирующих эту сферу. Насколько я слышал, наоборот, есть установка, что не должно быть в освобождении и так далее. То есть на уровне государственной власти. Можно я вмешаюсь? Нет, там сказано не так. Не должно быть нарушений при этом. Не должно быть нарушений. Но мы с вами понимаем, что если государство, с одной стороны, ограничивает возможности ведения бизнеса, то, с другой стороны, пусть оно хотя бы как минимум четко и ясно скажет, как в этих ситуациях действовать. Потому что не пущать, что называется, это вот точно не метод. Бизнес в итоге найдет формы, найдет способы решения этого вопроса. Но пока он нацелен в целом на то, чтобы сделать это правильно. Ему нужен ответ на этот вопрос. Я немножко вмешаюсь. Вы извините, что у нас государство все-таки последовательно. То есть я же привел пример, когда гром не глянет, мужик не перекрестится. Первое, что мы считали, мы все-таки государство решало, в первую очередь, проблема не бизнеса, а проблема социальная. Поэтому то, что на сегодня вот эти вот меры действительно, с точки зрения бизнеса пока жесткие, наверное, все-таки с точки зрения бизнеса не совсем объективные, что людей нужно обеспечить занятость, эта мера рассматривается не как мера, грубо говоря, в отношении бизнеса, а все-таки как одна из мер социальной защиты. То есть на сегодня, как государство решало проблему первую. меры профилактики, меры выявления, меры социального характера, меры ограничения пандемии. Все. На сегодня, грубо говоря, у нас как-то уже начинает звучать, что в России меры в отношении сдержанной пандемии достаточно эффективны. И государство сейчас начинает бороться вот с этой производной, с бизнесом. Да, то, что касается... Нет, давайте по-простому. Вот это вот, давайте без всяких кружев вокруг проблемы. Значит, очевидно, что если бизнес, там, в салон красоты никто не ходит, то салону содержать сотрудников невозможно. Да. Они вынуждены сокращать или закрываться. И здесь призывание прозевает, там, государство к социальной ответственности, когда, как говорится, нечем платить, платить-то и нечем. Я сейчас об этом говорю, что вот первое, первое, мы сегодня говорим, давайте говорить о конкретных документах. У нас есть документ от 17 марта, федеральный документ. Театральная пауза, документ называется очень просто. План первоочередных мероприятий в скобочках действий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением... Где было 17 марта, где мы находимся сейчас? Внимание, нет, это официальный план Мишустин. Мишустин достаточно системно жесткая работа. То есть это не какой-то пространный документ, это официальный документ правительственной со сроками. И там есть пункт конкретный, который касается мероприятий на рынке труда. Сейчас прервемся на полторы минуты. Просто очень ограниченное время. У нас останется 13. Я прошу вас максимально емко просто в это время конкретные вещи говорить. Спасибо. Что поможет бизнесу? Вот мы подступили к этой теме. И то, что Владислав Попов, полномочий, по защите прав предпринимателей, начал зачитывать, это те меры, которые правительство разрабатывало 17 марта. Работало и начинает реализовываться. Разработало 17 марта. Сегодня у нас уже 25 марта. И ситуация каждый день меняется. В общем, начинает реализовываться. А сроки исполнения там где-то апрельские. Там где-то апрельские. В ситуации вот такой нарастающей, изменяющейся ситуации в экономике, я хочу, как раз, простите за тавтологию, чтобы вы, Влад, оценили вот такую скорость принятия решений и там реализацию, какие бы эти меры ни были. Любое государство очень крупный, инертный организм. Вот давайте вот сейчас пойдем к мерам. Ну не надо, смотрите, мы можем посмотреть там на то, что объявляют европейские страны и США каждый день. Я с этого начал, что они быстрее, чем мы реагируем. У нас машина такая первая. Я начал как раз со слов Черном Родине, что у нас такого не было. Поэтому мы опять первые, у нас все впервые. Давайте конкретику. Так мы на сегодня, сейчас говорили, первый блок. Выявляем проблему. Мы еще пока к мерам-то не переходили. А, все. Да, Глядорида Ильич. Да, по поводу мер. Значит, вот то, что там туристический гостиничный бизнес написал, да, ну, собственно говоря, они провели анализ своих затрат, да, там, понятно, аренда и так далее. То есть они что, значит, просят, предлагают, значит, обсуждают, да, это не перенос, а отмена налоговых платежей, потому что, ну, как бы сейчас они их не могут заплатить. Так. И, значит, если мы их перенесем, то мы просто удвоим, да, то есть, ну, мы сдвинем проблему, мы ее не решаем. То есть это отмена налоговых платежей, отмена страховых носов и субсидия на выплату заработной платы, если мы хотим, чтобы они сохраняли работников. Все. Потому что совершенно верно мы понимаем, что если нет потока денег, то можно там сколько угодно издавать приказов о том, что нельзя увольнять. Но если денег нет, ну, можно месяц, может быть, два, там, в зависимости от летабельности бизнеса продержать. Потом это невозможно. То есть вот надо прямо сейчас вот эти меры принимать. Усенко. Ну, вот, коллеги, я, может быть, несколько такую радужную там историю расскажу, но я предлагаю задуматься вот о чем. Нам на протяжении целого ряда лет говорили о том, что существует бюджетное правило, по которому происходит отсечение нефтегазовых доходов, которые нам мы накапливаем как раз на кризисную возможную ситуацию. На мой взгляд, именно сейчас эта кризисная ситуация наступила, это все признали, и само правительство, и президент об этом сказали, и сказали, что мы сейчас будем пользоваться ровно тем, что мы с вами накопили. А это накопили мы. Это накопили мы, и, на мой взгляд, именно за счет этих резервов, которые накапливались за счет наших налогов, которые мы платили, пока была все равно высокая нефть. Сейчас государство должно, собственно говоря, включить эти резервы и исключить нагрузку на бизнес с точки зрения налогов целого ряда, с точки зрения необходимости выплат временно освободожденным от трудовой деятельности гражданам. Мы на это копили. И сейчас не государство только должно этими деньгами пользоваться с точки зрения каких-то социальных вопросов или еще чего-то, а бизнес, который в том числе сформировал эту подушку безопасности, должен ее использовать. Потому что все, о чем говорит бизнес, это касается ровно того, что необходимо финансовое стимулирование. С точки зрения возможности перекредитования, если это необходимо, то, что было по высоким ставкам, с точки зрения стимулирования спроса, о чем говорит, собственно говоря, США, мы дадим деньги гражданам, они пойдут все равно в магазины, купят на них эти деньги, попадут в экономику, спрос мы стимулируем. Это возможность не уплаты, действительно, не от срочки, а отмены уплаты налогов на этот период. Это та кризисная ситуация, на которую мы сформировали этот запас. Вот какова должна быть, на мой взгляд, логика. Я бы еще добавил, что сейчас, если раньше, мы последние 20 лет жили в парадигме, что нам нужен профицитный бюджет. И выжимали все соки, снимали инфляцию и так далее, и не тратили денег. То сейчас, в этой ситуации, когда так нельзя действовать. Сейчас, наоборот, надо тратить, потому что если мы будем соблюдать старое правило, то мы только усугубим ситуацию. То есть надо действовать вообще по-другому. А, возможно, для нашего правительства начать думать по-другому, может быть, очень сложным оказаться. Вот знаете, какой еще вопрос очень важный, и именно вы можете на него ответить. Стоит ли ожидать и вообще возможно ли ожидать каких-то решений, заявлений и предпринятых предпринимаемых действий от правительства на уровне региона, от региональных правительств? Или все будут сидеть и ждать, что у нас сквалишит вклад? Ну да, потому что сегодня в рамках того, что у нас здесь и бизнесмены, и общественники, то я сегодня как традиционно играю роль чиновника. Первое. Мы все понимаем, то есть первое, мы понимаем, с какой проблемой мы столкнулись. То есть понятно, какие меры у нас возможны. Это два направления мер, основных. Первое – это меры финансовой поддержки, максимальное вливание денег в сферу пострадавших отраслей. И меры какие-то, какие-то организационные или опять-таки финансовые меры связаны с сохранением людей на рабочих местах. Вы с этим согласны? Это все федеральные меры, потому что бюджет у нас… Первое. Я сказал, что мы понимаем два направления, где требуется помощь. Финансы, финансы, еще раз финансы. Это помимо тех прочих там, скажем, мер, которые там возможны. Поэтому давайте вот сейчас посмотрим две эти градации. Первое, я сказал, 17 числа документ сделан. Понятно, что это меры федеральные. То есть понятно, что на уровне региона каких-то мер мы ни финансовой поддержки, ни пославления на рынке труда мы не создадим. Это очевидно? Очевидно. Поэтому мы оперируем документом федеральным. Что могут сделать региональные чиновники? Первое. Если бы вы внимательно почитали вот этот достаточно многостраничный документ первочинных мер, которые подготовили федералы, достаточно серьезный документ. Я отмечаю еще раз, что Мишутинское предельство более конкретное, менее водянистое, чем предыдущее. Тут достаточно четкие меры. Так вот, помимо того, что они формулируют направление средств, 300 миллиардов будет направлено в региональные экономики на поддержку малого бизнеса. По моей информации, в наш областной фонд должно быть закачано порядка еще дополнительно 100 миллионов рублей на поддержку наиболее пострадавших сегментов. Это только в областной фонд. Меры налоговых характеров пока вот только те, которые сказаны. Я просто прерву на секунду. Вот 300 миллиардов рублей звучит, конечно, красиво, но если в перерасчете в доллар и в евро, это 3,8 миллиарда в Кировске. В Кировске. Франция вкладывает в антикризисный план 345 миллиардов евро. Я называю конкретно цифры, которые есть. Сравните Францию и Россию. 3 миллиарда и 3 в Россию, и 345 во Францию. Ну, коллеги, я вам больше скажу, уже появилась шутка по поводу создания госкорпорации «Роскоронавирус» и передачи этих 300 миллиардов рублей. Создание портала по борьбе и всего остального. Деньги Броверману. Потом еще конкретная мера. Понятно, что у нас колоссальный сегмент, порядка 50 тысяч субъектов малопредпринимательства. Вот как помогать адресам? Я сказал, только сейчас мониторингом. В каждом регионе созданы так называемые списки систем образующих предприятий. По нашей Киевской области в него вошло 120 предприятий, которые на сегодня находятся на особом контроле. Туда, насколько я знаю, и пирали входят. Соответственно, по ним будут какие-то элементы ручной, ручной адресной помощи предприниматься. И, насколько я знаю, что прямо в ближайшие дни у нас должны быть созданы две координационные структуры. Это по аналогии с социальным штабом по снятию социальной, по решению социальных проблем, связанных с коронавирусом, будет какая-то рабочая группа межведомственная по защите бизнеса, которая будет как раз ориентироваться на ту обратную связь, которую мы сейчас должны обеспечить. Второе, насколько я знаю, что наш Минэк должен в ближайшее время собрать координационный совет. Ну вот все, что озвучивает сейчас Владислав Леонидович, это вот мы собираемся, создадим одну группу, вторую, третью и десятую. А вот цифры, которые только что прозвучали, слава богу, наконец-то хоть две цифры прозвучали, 3 миллиарда на Россию и 300 миллиардов на Францию, они говорят сами за себя. Что имеем, что имеем. Вот мы это и имеем, да. Давайте мы хоть с чем-то начинаем работать, не с каким-то словоблодием, а с конкретными цифрами, с конкретными фактами. Эта цифра, как вы ее оцениваете, Владислав Леонидович? Просто цифра. Три миллиарда. Нет, ну что значит просто цифра? Мы говорим о смерти некоторых видов бизнеса, и что для них это просто цифра. Коллеги, вот мы очень долго запрягаем, но быстро едем. Вот я не защищаю сейчас чиновников, я понимаю, что сейчас все вот сейчас бегом прыжками неведено, как говорил Живанецкий, сейчас начинают проблему решать. Вот я сейчас объявляю конкретно цифры конкретной программы с конкретными сроками. То, что касается мер защиты предприятий. Давайте я спрошу вас по-другому. Это законы. Вот чтобы меня не обвиняли, что я нагнетаю ситуацию по поводу смерти некоторых видов бизнеса. Вот все-таки, вот конкретно сейчас вас спросить, можем ли мы ожидать действительно выпадения, не выпадения, а закрытия, банкротства, ликвидации большого и большого количества предприятий, мелких и средних, прежде всего, и высвобождения большого количества людей, в какие сроки, какие для этого есть предпосылки. Я думаю, точно такой сценарий исключать нельзя, потому что ситуация непределенности, она в том числе и таким последствиям может привести. Но что точно можно сделать на уровне региона, экономика в каждом регионе разная. Она специфическая. Поэтому какие сектора, какие конкретно предприятия в Кировской области, в каком объеме, на каких условиях и как поддерживать, вот это должно быть, мне кажется, предметом работы Министерства экономического развития. Потому что они знают экономику, и вот эти правила мы вместе с ними должны выработать. Потому что когда эти деньги придут, то есть в каждом регионе своя специфика, кому, как, на каких условиях и когда их выдавать, вот это все надо очень оперативно принимать и начинать действовать. Вот Андрей Леонидович, все-таки, смотрите, когда люди выпадают из процесса, там предприятия закрываются, не закрываются, действительно два есть варианта. Либо соцподдержка тогда из центра занятости, и туда деньги вливаются, когда люди, да, остаются без работы, либо все-таки вливаются каким-то образом в бизнес, и люди остаются при бизнесе, не знаю, в отпусках, в отсрочных или еще в чем-то. Как это? Оба. Здесь нет универсальных рецептов точно, да, это надо смотреть по отраслям, потому что не факт, что если вы сейчас раздадите людям деньги, они пойдут в кафе, да. Они пойдут, купят гречку, и, конечно, ритейлеры в этом смысле, там, сложно назвать их пострадавшей стороной. Но я, коллеги, хотел бы обратить ваше внимание, вот так, может, чуть поднявшись там над регионом, вот на данный момент, опять же, по моему личному мнению, кто является так на уровне геополитики основным бенефициаром там, вот, ситуации. На мой взгляд, Китай. Как это ни парадоксально, та страна, которая первая с этим столкнулась, та страна, которая показала максимальную эффективность, там, противодействие этой истории, которая вышла, на мой взгляд, более чем, да, в некотором смысле обновленной. Да, конечно, пострадала экономика. 13% падения ВВВП квартальное. Для Китая это на фоне, там, 8% роста ежегодного. Это очень серьезная цифра. Но я уверен, что они наверстают сейчас очень быстро это. Нация, сплотившаяся, там, да, там, вымершие улицы по карантину, да, когда не как в Италии надо вводить штрафы, там, а просто люди послушались и сделали это. Страна, которая могла получить катастрофические последствия, учитывая их концентрацию населения, но и страна, которая, на самом деле, показала всему миру, как можно справляться, как надо действовать, и какие выгоды можно даже по факту получить. Сейчас она первая выйдет, и я уверен, что они в итоге еще и в плюсе окажутся. Собственно говоря, можно даже ничего не придумывать. Трансполируя там на нашу распределенную территорию, но по тем мерам экономической поддержки, которые там четко, достаточно понятно сформулированы, можно брать их и перенимать по отдельным территориям у нас. Потому что мы знакомились с рядом документов и реакцией регуляторов экономических Китая, но это даже по стилю написания. При всем том, что я согласен с Владиславом Леонидовичем, что это лучший документ за многие годы, сгенерированный нашим правительством. Но когда ты смотришь документы Китая в сфере экономической политики, ты понимаешь, что вот здесь люди реагировали моментально практически. Поэтому у нас есть шанс, как говорят, пойти по испано-итальянскому сценарию, а есть шанс пойти по китайскому. Да мы пойдем своим путем опять. Мы выберем третий, да, и совместим предыдущие два. Да, первый час разворота на бизнес завершен. Мы вернемся через 20 минут с подключением представителей бизнеса. Бизнеса непосредственно услышим еще их отклик. И все-таки надо понять, на уровне регионального правительства что-то надо предпринимать или нет. Кроме сбора информации и раздачи, потом, возможно, превышающих из федерального бизнеса. Я скажу еще раз. Бизнесу важна определенность. Да, вы не можете сказать, на какой период это все, но хотя бы скажите четко, какие условия, меры поддержки, что можно делать с персоналом, что нельзя. И вот это не могут региональные правительства сказать. Не то, что не могут. Они сейчас, конечно, ждут разъяснений федеральных. Но свою позицию или добиться этих федеральных разъяснений надо. Бизнесу надо определиться, что он делает. Он замер на месяц. Оля, он месяц держится, скрипя зубы. То есть скажите четко и понятно, как мне действовать, какие правила. Прервемся сейчас на новости, тематические программы и рекламу. И продолжим в начале следующего часа.